привет друзья с вами алекс из польши сегодня мы посмотрим вторую часть крепости мариенбург мальбург чтобы не допустить шпионажи в соседнем костеле святой девы мария постоянно играл орган заглушавшие переговоры под костелом находилась часовня усыпальница святой аны где покоился прах великих магистров ордена средний костел с королевским залом с 1398 года дворец гроссмейстеров использовался для приема высокопоставленных гостей в костельных стенах расположились летний рефекторий и зимний рефекторий столовые залы украшенные скульптурным распятием и религиозной живописью нижний костел или прицамок стоящий над коси над рекой нагад использовался в качестве подсобной базы амбары пекарни кузницы конюшни обеспечивали нужды рыцарей в каждой части крепости было собственное водоснабжение склад боеприпасов и запасы провианта на несколько месяцев сообщение между верхним и средним костелом осуществлялось при помощи подъемного моста перекинутого через ров тевтонцы проповедовали культ девы марии соблюдали обеты целомудрее послушание хотя иногда и обходили запреты однажды в костел потребовалось повариха для работы на кухне и рыцари обратились к папе римскому за разрешением римский понтифик дал добро с условием что в крепость приглася к даму не моложе 60 лет поразмыслив германцы наняли трех поварих которыми исполнилось по 20 лет в 1454 году 1466 годах между поляками эти в танцами завязалась тринадцатилетняя война из которой польша вышла победительницей вернула часть своих земель и получила выход балтики в 1457 году замок мариенбург был продан польскому монарху казимиру 4 егелону за 665 килограммов золота и с тех пор до первого раздела речи посполитой здесь размещалась королевская администрация пруссаки пришедшие к власти в 1772 году переоборудовали мариенбург военный склад в 1945 году костел был разрушен больше чем за предыдущие семь веков после второй мировой войны крепость отстроили практически заново сегодня мощные кирпичные стены и остроконечные башни мальбурга вновь предстают на гражданин во всем величие отражаясь водах реки нагад в помещениях крепости открыт музей где представлены коллекции оружия доспехов и янтарных украшений нередко в костеле устраивают концерты ярмарки ремесел и театрализованные представления с инсценировкой захвата мальбурга ну п